Представляю вам победителя четвертого тура творческого конкурса Handmade в категории картины Нину Гордову. Нина живет и работает в городе Москва, Россия. Нина создает работы в технике квиллинг. Она рассказывает. Сегодня я решила попробовать рассказать о том, чем я занимаюсь и чему обучаю. С недавнего времени увлечение техниками квиллинга начинает набирать обороты, привлекает все новых и новых поклонников. Кто еще не знаком с этим видом творчества, расскажу в двух словах. Это творчество – основные материалы для которого бумажные полоски различной ширины, длины, плотности и цвета. И из этих полосок можно скрутить объемный сувенир, букет, композицию, собрать целую картину или небольшую милую открытку. Про пользу этого вида творчества писать не буду. Об этом так много всего уже написано. Не хочу повторяться. Самое главное – польза неоспорима есть и в интеллектуальном, и в физическом смысле. Когда я только начала сама учиться, я хотела понять, мне это будет интересно, это мое или нет. Я полистала информацию, походила по магазинам хобби, открыла учебники, посмотрела ролики с мастер-классами. Все выглядит несложно, доступно. Но слишком много очень простых, даже примитивных вариантов, особенно в учебниках. Да, я согласна. Когда ты совсем не имеешь представления, что такое ролл и как его скрутить, нужно получить начальные навыки. А что потом? Научился крутить различные роллы, а дальше? Как из этого получить цветок, похожий на настоящий, живой? Как собрать фигурку котенка, мишки или куклу? Самостоятельно первичные навыки отточить в мастерство – задача практически непосильная. Поэтому я решила обучиться у профессионалов. Я благодарна мастерам Татьяне и Светлане из Центра корейского бумажного искусства, который был создан в Москве в 2004 году. Мастерами бумажного искусства госпожой Ин Сон Ми и Тамарой Владимировной Ли и является официальным московским представительством Корейской культурной ассоциации. И так я получила знания и звание мастер и задумалась, по какому пути пойти. Выполнять заказы на необычные открытки и сувениры? Обучать детей или взрослых? Это все интересно. Конечно, особенно здорово, что это живое общение. И я вспомнила, как сама терзалась раздумьями и искала что-то особенное. В итоге я обучаю и взрослых, и детей, но по собственной методике. Обязательно дифференцированно и только по желанию. Каждое занятие должно приносить радость. Я провожу тематические занятия в школах, обычно на уроках технологии, к нашим любимым праздникам. Тут уже своя методика, но обязательные условия, каждый получит конечный результат и удовольствие. Над заказами работать я тоже очень люблю. Тут уже можно проявить всю свою фантазию и мастерство, а это для меня очень важно, как оказалось. И еще я люблю работать над своими идеями. Не для будущих занятий, не по конкретной теме заказчика, а просто над идеей из души. У меня родилась своя собственная техника, над которой я сейчас с большим удовольствием работаю. Утомила вас длинным рассказом? Тогда резюмирую. Теперь я мастер и автор. И скопилось так много авторских разработок, что появилась новая идея создать учебник. Не для начинающих. Таких учебников и руководств разных форматов много. Хочу создать учебник для тех, кто, как и я, все время ищет развитие. Буду рада, если мой монолог превратится в диалог с вами. Пишите, спрашивайте, записывайтесь на обучение, кто заинтересовался и хотел бы попробовать себя. Заказывайте индивидуальные и эксклюзивные подарки авторской работы. Контактная информация в описании этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok